всем привет как нарастить корни самые лучшие средства это название видео но для меня это лично для меня в этом видео самые лучшие средства которые я использовала которые помогали моим орхидеям и хочу с этим с вами поделиться но я уверена что не только я использую некоторые из них и как я их использую расскажу в этом видео ведь корни очень важны как мы всегда радуемся когда они начинают расти ну и вообще и по просьбам и самой хочется поделиться своим опытом что я использую и какие действительно реально эффективные препараты средства для наращивания корневой массы орхидеи корни как бы это все и не только орхидеи и особенно растения которые свежекупленные пересаженные со слабыми корнями в общем я сейчас покажу что я использую после пересадок в общем разные бывают ситуации по разному я это все использую и постараюсь в этом видео рассказать как я это все использую но вот самые 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 на мой взгляд не то что на мой взгляд орхидеи об этом говорят это вот эти вещи значит вот это препараты производства италии кендал ради фарм и мегафон я их покупаю у себя дома когда приезжаю или когда друзья ко мне приезжают или родственники всегда привозят знают что мне надо потому что у нас в германии их купить нельзя и если купить удается то это большие упаковки в канистрах а у нас можно купить их маленьких вот таких пакетик их которые но как моим орхидеем на 1 использовать или бывает им шприц набираю или переливаю какой-нибудь маленький пузырек и быстро это все использую а то что подлежит хранению то недолго недолго стоит в холодильнике значит эти препараты всем известны в интернете их я смотрела можно купить везде не только у нас в украине и самый 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 хороший это эффект сразу что я делаю как бы порядок такой да когда растение хочется купила я допустим да есть у меня видео некоторых я рассказываю об этих препаратных и но вот ради фарм реально работает по корнях покупаю орхидеи в эквадоре или других теплицах и как правило когда они приходят такие орхидеи с голой корневой то немножко корни бывает да немножко как правило немножко страдают подсыхают и когда их посадишь то ждешь не дождешься когда начинают расти новые корни а если растут новые корни то значит с растения будет все хорошо накушается напьется живет и и дальнейшем хороший рост и хорошее цветение то что нам надо я часто замачиваю вот если хорошие корни есть у орхидеи я их замачиваю или посадить и поливаю так я забыла ищу цветную коризу сейчас хожу возьму ну например как из последних заказов я покупала огромную котлею максиму думала что она будет меньше оказалась такой громилой в общем она сейчас на улице сейчас хожу покажу ее корни вот она моя максима чехол чехле еще чехол 2 то же самое так хочется чтобы зацвела с чехлами я ее купила такая она и приехала из эквадора вот посмотрите это все новые новые корни ее на рощи там были какие-то у нее при покупке можете видео посмотреть когда я ее покупала вот которые работали и впитывали хоть что-то в общем я вы ради фарма если есть что полить если есть какие-то корни которые можно напоить то сначала ради фарм или поливать или замачивать ее я буквально замачивала нее и другие котлеи тоже они были просушены хорошо вот так вот растут во все стороны бывает так что даже если у нас в теплицах новую котле новой орхидею какую-то куплю она пытается расти то есть это ее адаптация перестройка какая-то буквально немножко сбрызнуть на корни или пролить растором этим один раз как правило и помогает а потом по листу спрячу я твои корни виси на улице и тут нравится у нас там и муравьи лазят как они сюда заводят или допустим вот мой цимпидиум тигрик фото его цветение чтобы узнали кто это я его на днях жестоко разделила поломала тоже вот фото из этой серии я его сразу полила ради фарма на следующий день я его пролила раз ради фарма стоит живой хороший растет дальше потом после ради фарма когда растение начинает расти показываются какие-то признаки того что на расти начинает растение я уже показывала как-то вот это средство это у нас можно купить в теплице карго все ее знают кто не знает ставлю ссылку в описании под видео на основе это удобрение как раз вот для вегетации на основе морских водорослей и смешивая его с этим тоником у которого в котором очень много содержания витаминов группы b мы плюс других тоже макро микроэлементов надо покупать заканчивается если с корнями не ахти и если корней очень мало их вообще их нету но есть хоть какая-то листва и на что то есть надежда тогда я использую средства по листу это вот как раз мегафол хорошо мегафол или вот это еще наше средство это я у нас покупаю это средство для вспомогания рост помощи к росту тоже тут на основе морских водорослей всякие витамины энзимы а также гормоны именно растительные для роста его рекомендуется использовать не более четырех раз в сезон но я как правило делаю пересадки там постараюсь там за несколько дней а потом всех одним махом хорошо побрызгаю и брызгают уже и остальные которые начинают расти это никому не поможет вот например сегодня вот этих моих малышей это циньбы есть видео их пересадки вот они все стоят какие бодрячки и сегодня я после посадки их брызгала после пересадки света смотри твой какой стоит хороший вот этим средством и тут я много еще чего пересаживала то есть по листу этим же средства можно и поливать то есть и в субстрат там кому брызгала смотря какой субстрат у кого и по листу хорошо многих кендал он как те как антистресс работает повышает защитные функции организма растения то есть иммунку и стимулирует тоже хорошее развитие качество урожая и так далее я его часто использую в комплексе с фунгицидами или если от насекомых там обрабатываю вот тоже вместе а также его можно вместе смесь с мегафолом такую делать кашу ядерную стермоядерную смесь и тоже обрызгивать ну если допустим ради фарма можно каждую неделю 7-10 дней поливать если хоть там какие-то зачатки корней есть хоть что то есть которое впитывает какой-то корень вот этот корень обрабатывать корень а по листу брызгать чем-нибудь другим то хорошо начинают расти корни это точно так у кого еще показать не хочется мне вставать хотите все показывают корни от этих вещей честно растут все попробуйте так есть у меня еще в арсенале и вот как антистресс когда в обработке для опять же от насекомых грибковых заболеваний все растения все вместе он тоже как и стресс или при переезде куда-то отправлять очень зимой брызгаю их когда холодно но очень редко так может раз в месяц может 2 раза вынужденно если кого-то там побрызгать надо то получается и все получают дозу чтобы разбавлять не оставлять этот эти два миллилитра холодильники не таскаться с ними то получают все ну а самое самое лучшее это конечно ради фарм мегафол и киндал и вот это мне очень средство тоже нравится кто может в европе его купить купить и я дам всю туновет аптеку ой извиняюсь эту аптеку план цен апотека на нас называется это аптека для растений вот там много всего можно купить как и вот это средство алган и разные тоники тоже там биоцин и вот эти планта культ разные вот эти тоники это вообще если их постоянно ими обрабатывать растения то есть в системе то все растения хорошо себя замечательно чувствует и уже свои родные которые у меня там долго живут которые я просто надо поделить кого-то или пересадить кого-то то специально я уже никаким там ради фарма мне обрабатываю ничего просто полила пролила субстрат если надо тониками или этим или еще и биоцин у меня есть убицы немножко другого назначения или вот этим побрызгая но в общем растения которые уже долго тоники получают они сами по себе крепкие и все вот эти манипуляции замечательно переносят и никаких проблем а вот помочь растения расти особенно когда они приезжают из другого полушария здорово часового пояса им трудно иногда включиться перестраиваются это часто может и вот и два длится пока не будут расти в нашу весну не другую весну то вот эти вещи помогают если там пытается но расти или видно было что росло а потом стопор стала вот тогда можно использовать а когда растение никаких признаков жизни нет не растет ничего просто стоит думает когда его расти или не расти то я обрабатываю как правило только тониками по листу или это если весна и вызревшие уже бульбы псевдобульбы там ему как бы пора расти тоже опять только по листу но как свежу какое-то движение то начинаю проливать ради фармом очень он мне нравится вот на примере сейчас покажу это мой дендробиум формозом который я покупала который мне приехал в сентябре из эквадора я вот значит он просто у меня стоял в горшке без ничего корни естественно там светсотли он долго у меня стоял просто так в горшке без ничего вот спал никаких движений у него не было по-моему был у него еще один листочек и сами псевдобульбы они не теряли сильно свою кондицию то есть не худели не морщили сделаны сейчас нормальный и стоял так до весны и коме ждал весну когда вот весна придет и начал расти вот у нас уже вот такой рост 1 2 и сейчас только заметила получу шутом кейк будет но это хорошо кейки тоже хорошо вот такие ростики нужно волосатенькие тоже а вот почечка это тоже я говорю что она так выглядит кажется что она там из-за своих волосков гнилая не знаю есть там корни или нет пока я только если брызгает от брызгаю по листу их все сейчас попробую глянуть что у нас там с корнями в общем ничего не вижу лезть не буду пусть растет там старые его шметки которые могут кстати начать расти так тоже часто бывает вот а субстрат по верху конечно тоже увлажняю из грузии тем более сейчас весна все хорошо быстро подсыхает а а вот был у меня тоже вот этот вот этот вот этот вот этот это кто у меня это дендробиум включил которое было много-много очень кейк много кейков я раздала некоторые посадила у себя вот он начал расти вот он уже у нас какой рост тоже брызгаю но него хорошо у него вот листья есть одна всегда бульба и 2 его с листьями это рядом тоже какая-то часть или кейк вот уже начала расти а что тут у меня еще вот тоже это он же кейк коричневый такой вода в нем стоит сейчас я вот сюда уйду включим опять вентилятор и вот на откроем я их сначала когда брызгаю всех с утра закрываю включаю вентилятор чтобы тут была такая баня тропики они напитываются а потом открываю все проветривается сохнут так пока у нас не очень жарко и погода такая хорошая для них ну я уверена что вот эти препараты уже кто-то давно использует тоже ну и как их использовать я использую 2 миллилитра на литр воды 25 можно но я так использую набираю своим бросаю вот и все инструкции все описания найти можно в интернете рассказывать я не буду сей я не пробовала никакие другие нет когда-то в начале там на заре я пробовала тоже янтарной кислотой но такого эффекта как вот дают вот эти вещи а в них тоже они в составе очень многие имеют и янтарной кислотой и все то в комплексе и зачем придумывать велосипед если уже сейчас наши технологии настолько развитые постоянно появляется что-то новое которое работает и проверено лучше купить уже так и использовать то что есть они заниматься там варивание какой-то самодельной то есть вот эти вещи абсолютно доступны абсолютно доступны и не только тут в общем постсоветское пространство а вот эти вещи доступны у нас в карго всегда можно купить и вот эти они кстати вот это можно даже купить в любви может даже и если у кого есть обе или все вот эти бал маркете или магазины супермаркеты большие для с растениями для сада огорода то есть это не просто нам могут быть продажи тоже вот этот алган помощь для роста очень хорошая штука ну и и самое важное чтобы вот эти все вещи использовать именно вовремя в нужное время когда действительно она растению поможет они наоборот сделают хуже то есть это когда есть какие-то признаки жизни начинает расти но вот этот слабо растет адаптация какая-то вот так вот а когда вот для моих уже которых я уже как сказала рассаживаю пересаживаю то ему тоников достаточно они же нормальный ко мне привыкли и хорошо у меня живут и такой нюансик я же в основном использую дождевую воду когда вот этими именно средствами радифар мегафол корнеобразование алган я использую только дождевую воду или если очень редко бывают с ней проблемки то я покупаю просто дистиллят и разбавляю в дистилляте поэтому какая там у вас вода водопроводе чтобы не было еще хуже нужно тоже учитывать это ну а на этом наверное все всем спасибо за внимание как всегда всем желаю хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока